Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы пройдемся с вами по H&M, посмотрим их коллекцию, соберем какие-то необычные луки. Вообще, я в этот раз сказала себе, что буду собирать какие-то образы, которые можно носить на каждый день самому обычному человеку, неважно, в Москве он живет или в каком-то другом городе. Поэтому я буду стараться, честно, клянусь. Вот, надеюсь, что получится. Пойдемте. Вот смотрите, вот эти вот кофты на замках, на вот таких, это как бы тренд. Ну, это такое, спорт шика пришло. Но конкретно вот это вот из-за дешевого звонка, звонка, замка смотрится не очень. Вот такие вот шубы, тоже чебурашки а-ля, вот такие конкретно брать не надо. Они прямо ушли из моды. Лучше такой закос под теди бир от Максмара. Мне безумно нравится это платье, мы его обязательно составим с ним какой-нибудь аутфит. Вот это вот пальто в целом смотрится неплохо, и оно, кстати, теплое, в отличие от Заровских. Если у вас небольшой рост, вам будет круто. Кстати, это стопроцентная шерсть, здесь пишут. Вам будет круто, если вы повыше, может вас, ну, короче, на вас не очень круто смотреться. Вот это вот тоже супер дешевое, супер отвратительные вещи, которые брать точно не нужно. Неончик из моды вышел, поэтому не берем. Кофточка ничего, мне нравится вот этот объемный рукав, смотрится красиво. Сейчас будет фильм «Русалочка» скоро, я пойду в этой юбке. А в H&M большое количество оранжевых аксессуаров. Есть как охровые, так и прям ярко-оранжевые. Поэтому, если вы боитесь это использовать в одежде, то можете где-то вот в аксессуарах найти, там, шарф, берет, сумки. Есть маленькие, кстати, на Жак Мю похожи, только такой фейк, да, плохой? В шарфике, в клеточку тоже можно. Ребят, это, по-моему, самый неудачный коллаб H&M с дизайнером, потому что все вот эти принты мне напоминают какую-то, ну, не знаю, прям бабусечек, причем не самых стильных. Я люблю огурцы, я не против огурцов, но вот конкретно вот в этой всей интерпретации это смотрится как рынок. Прям, прям вообще нет. Я понимаю, почему вся коллекция висит до сих пор, потому что это прям, ну, это непродаваемое, и это все не стильно. Вот смотрите, вот эта вот шубка уже, да, она получше, она будет более стильно смотреться. Мне не очень нравится ее длина, она до середины бедра, как бы и не короткая, и не длинная, но в целом неплохая, мне нравится. Если вам нравится такая длина, то можете присмотреться. Что-то как бы ничего, да, на кожанку и с грубыми ботинками, в целом, why not? Блин, что это, новая мода? Вот это вот вообще просто, мне кажется, у меня учителя в Сибири в таких ходили, как сейчас помню. Прям нет. Первый образ женственно элегантный, здесь мне нравятся оттенки. Очень надеюсь, что данный свет позволяет вам это увидеть, потому что свет здесь отвратительный. Также нам не дали аксессуара, поэтому имейте в виду, что я буду везде в своих кроссовках. Но фантазируйте, что же должно быть внизу, и пишите мне в комментариях. Здесь классное такое шифоновое платье, я, скорее всего, его куплю для себя. Мне очень нравятся здесь такие объемные плечи. И поверх я надела шелковую юбку, завязала это все ремнем. В целом, платье можно носить отдельно, юбку можно в дальнейшем носить с какими-то жакетами. Мне нравится вот такой микс для того, чтобы это было, ну, не просто платье, а какой-то образ, который хочется рассматривать. Следующий образ и в меру женственный, и при этом очень комфортный, такой уютный. Здесь я сочетала юбку, трикотаж и модные сейчас жилетки. Мне нравится безумно сочетание оттенков. Я думаю, что по трем видео с шоппинг-влогов вы поняли, что я просто помешалась на всех таких земельных, знаете, оттенках. Мне уже менее нравятся какие-то яркие, мне больше нравятся охра, беж, черный, темно-коричневый. Собственно, здесь я сочетала это все. Вот, и получился такой женственно-удобный образ. Можно вот так вот заправлять кофту, можно выправить, как вам удобно. Сегодня, как и обещала, составляю такие довольно простые образы. И здесь мне безумно нравится вот этот боди. Я вам его прям покажу, мне он выглядит супер стройным. Я прям даже его себе возьму, потому что это как база, такая, знаете, которая облегает. Ее можно и под какие-то кофты носить. Под чебурашки можно, в общем. Не скажу, что она, конечно, теплая и греет. Это, по-моему, вообще синтетика, в которой можно умереть. Но мне безумно нравится, как она сидит, прям потрясающе. Классические брюки в гусиную лапку. Мне нравится, как они сели. Они такой на средней посадке. Прикольно смотрятся в сочетании, опять же, с этой чебурашкой, потому что она такого охрового цвета. Мне нравятся пуговицы, они не дешевят. Так вот, такой формат чебурашки меня привлекает. Он смотрится довольно-таки дорого, при том, что стоит очень дешево. Поэтому рекомендую присмотреться, если вы ищете себе яркую чебурашку. Вот этот цвет смотрится круто. Ну и, собственно, такое обычное сочетание и самый простой образ на каждый день. Мы нашли в Ичиндеме очень классные гольфы. Вот этот конкретно гольф с принтом тай-дай. Там есть еще зебра. В общем, много всего интересного. Как можно использовать такие гольфы? Можно в целом носить их самостоятельно, ну, то есть просто, да, как гольф. Можно использовать как нижний слой, например, как у меня. То есть я надела сверху футболку, и получилось, как будто бы у меня здесь какие-то длинные рукава интересные. Это не просто футболка, а уже нечто другое. Вообще это придумали, по-моему, братья Дисквайр. По-моему, делали с татухами. Не новая тема, но вот так вот носить можно. И видите, это не только вариант для каких-то рэперов. В целом можно использовать на каждый день, если это все уравновесить какими-то самыми обычными брюками. У меня келоты из такого довольно-таки крупного вельвета. Мне нравится оттенок такой молочный, и футболка не совсем белесая, да. Мне не всегда нравится сочетание молочного и белого, кипельно-белого. Здесь все довольно гармонично, и плюс добавляет изюминки вот этот вот нижний слой. Также, кстати, этот гольф можно носить под жакеты, под куртки. В общем, он довольно-таки универсальный. Следующий образ такой уютный, для девчонок с более натуральным типом внешности. Но и такие, как я, видите, подходят. Мне нравится сочетание оттенков, и мне нравится вот этот вот свитер с такой мелкой косой, но смотрится он довольно-таки дорого. Я использовала его как верхний слой, но, естественно, его можно использовать самостоятельно, с брюками, с юбками, с чем угодно. Мне нравится он тем, что он укороченный, и конкретно в этом образе он ни в коем случае не режет фигуры неправильно. Он режет абсолютно правильно по золотому сечению. И как нижний слой я использовала трикотажное платье, которое обалденно смотрится просто без всего. Это такой, знаете, минимализм, который можно разбавлять различными аксессуарами. Итак, последний образ, такой более нежный. И здесь я смешала шифон и шерсть. Смотрится несколько странно. У вас, наверное, на видео смотрится все более так спокойненько. Мне в жизни как бы это все виднее. Но мне нравится такой микс текстур. Он очень необычный. Он не классический. По всем канонам стилистики так делать нельзя. Но иногда мне нравится выходить за рамки того, что можно или нельзя, и делать что-то свое. Итак, это был последний аутфит. Напишите, какой из всех вам понравился больше всего. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и информативным. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok